так заур шахмурзав здесь на ярмарке как дела ничего как сам давно не виделись ты здесь иногда говоришь о национальных блюдах вот сегодня мы увидели встретили это коровья голова да это коровья голова это как бы ну вот старинное блюдо да которое балкарцы изготовляли в основном в летний период когда традиционным до традиционная да это была такая форма сохранения мяса вот что рассказать про это не конечно это интересно сейчас это уже забытый вариант это уже мало кто помнит а тем более мало кто умеет это делать молодежь точно не умеет если например я своему сыну предложу такое мясо отведать да он 100 процентов откажется вот то есть это не его история ну делали как а жара стародавние времена холодильников же не было летом как-то надо было сохранять мясо и вот балкарцы придумали такую форму сохранения мяса они вываривали его варили 5-6 часов где-то на костре и баранью голову и коровью без раза да 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 потом значит сливали шарпу и охлаждали само мясо и могли сделать вот видишь он слоями идет надо выкладывать аккуратненько слой за слоем для пенсионеров скидка многодетным скидка жертвам перестройки да да жертвам перестройки вот не это интересно да вот она порезала сейчас вот покажем а что вот эти слои там там и мозг есть там и есть шкура там есть и мясо которое вот на голове шкура ты меж кожи 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 даже даже обсмаливает предварительно надо подготовить конечно естественно естественно сначала смолят потом уже варят вот но смолят в основном барани в голову и ножки а коровью нет там она бы более легче в обработке да да ну вот это была такая форма сохранения мяса это очень вкусно вот и полезно да и и вываривали шурку сливали мясо охлаждали делали ну по красоте что там немножко и мозг был чтоб немножко и мясо было а потом все это укладывали в большие казаны большие казаны и заливали рассолом ну тузлук называется по-балкански и вот в этом рассоле это мясо могло очень долго хранится оно стояло обычно в комнате годами да ну годами никто не держал его съедали я не знаю хранится она годами мой отец это делал всегда и ты пробовал в детстве я и не в детстве пробовал я сейчас с удовольствием я имею ввиду в детстве ты уже пробовал да ну в современном этапе даже когда холодильники уже у людей в достатке ну просто как традицию особенно старшее поколение варила ела хорошая закуска всегда готовая то есть не надо варить открыл крышку эмалированного таза достал нарезал и очень вкусно она она чуть-чуть под солененькая такая ну то есть а что за рассол вот говорят там огуречный рассол или какой-то вы знаете дело добавить можно скажем 500 лет назад балкарцы знали что огурец и помидор это уже нововведение можно это нововведение до можно экспериментировать пора по пожеланию уже на любой вкус когда но я честно говоря такую фигню не ел что но ты на ты традиционный папа делал традиционно и я традиционно всегда ел это вкусно не знаю насчет пользы ну так кстати о пользе если польза все-таки должна быть какая-то дело в том что когда долго варишь голову ножки выделяется коллаген но коллаген выделяется в шурку конечно у нас там и и отца и в мясе вот но шурку то сливают если вы будете отдельно шурку пить после варки конечно там много коллагена и это очень полезно шамиль как ты относишься к таким блюдом очень хорошо я всегда стараюсь есть такой с удовольствием конечно без этого потому что суставы все только вот это и это и шурпа как он говорит и мясо как говорится шурпа для лица мясо для человека ну так говорят у нас балкар кто был в китае кто был в китае они подтвердят что когда заходишь на рынок там есть аптеки так называемый и там в основном продаются высушенные части живых существ там крокодилов козы черепахи черепахи да то есть они стараются лечиться натуральными вещами вот это тоже как бы хороший натуральный такой лечебный вариант для суставов то есть заключение что можно сказать советую ждать всем учение я хочу сказать что вещь полезная и если бы скажем какие-то наши биологи в кабардино-балкаре из-за университета заинтересовались а лучше сельхозакадемия которая зооветеринарный факультет изучили бы состав такого мяса бы изучили химически вот провели бы опыт и могли бы нам сказать вот это полезно для этого для этого и для этого я думаю что результаты бы нас опытов удивили и обрадовали ну я думаю да и может молодежь клюнула бы потому что сейчас молодежь что есть вообще не знаю как здоровье там они сохранят там практически невозможно вот сейчас пища который кроме как вот это без мяса я не знаю сейчас они вот пока вот это по поколении есть и мясо есть и все есть то если вот это поколение уйдет я не знаю молодежь что будет делать вообще-то ситуация катастрофическая но надеюсь что пока сел и у нас существует вот эти коров держат и баранов держат но ближайшие действовать может и что будет а дальше очень ситуация удручайшая надеемся что вот эти будут всегда но пока я живой я хочу чтобы это все было как бы всегда на столе я всегда беру вот эти же надо заур большое спасибо за интереснейшую информацию за такой рассказ подробный я думаю те кто увидит это видео не пожалеет что они это посмотрели а кто не пробовал наверняка захочет что ли еще на прощание последний раз ними чтобы люди видели вот это уже разбираю вот так ну все удачи